Привет, друзья! С вами Александр Калинин на канале LoftBlog. И сегодня мы начинаем серию уроков по работе с PHPStorm. Сегодня будет вводное видео. Я расскажу, чем он отличается от других редакторов, где его можно скачать, а также покажу, как в нем создается новый проект. PHPStorm – это не просто редактор кода. Это целая среда разработки, которая включает в себя множество инструментов для более комфортной и эффективной работы. Стоит упомянуть, что есть также программа WebStorm от того же производителя. PHPStorm отличается более расширенным функционалом по работе с языками PHP и базами данных. В остальном же интерфейс этих программ очень схож. Эта серия уроков прекрасно подойдет тем пользователям, которые хотели бы познакомиться именно с WebStorm. Наверняка вы уже пользуетесь каким-то редактором кода типа Sublime Text, Brackets или возможно каким-то другим. И представляете, каким трудоемким процессом является установка расширений, дополнений и плагинов, которые нужны именно вам для комфортной работы. Так вот, PHPStorm в свою очередь призван свести на нет всю эту рутинную работу по настройке вашей рабочей среды. В нем, так сказать, из коробки есть практически все, что необходимо разработчику. Давайте перейдем на официальный сайт производителя и посмотрим, что он нам предлагает. Ссылка будет в описании к этому видео. Мы перешли на официальный сайт программы и можем увидеть здесь, что производитель дает нам 30 дней бесплатного тестового периода, чтобы вы могли в полной мере оценить весь функционал и принять для себя решение о ее дальнейшей покупке. Соответственно, после окончания пробного периода для продолжения использования программы нужно будет приобрести подписку. Для этого нажимаем на кнопку Buy и видим здесь три вида подписки. Для бизнеса и организации Для частных пользователей И подписка со скидкой для стартапов, для студентов и преподавателей, для некоммерческих опен-сорс проектов и других категорий. Если вы попадаете под одну из данных льготных категорий пользователей, обязательно рекомендую ознакомиться с этим разделом. Скидки предоставляются очень даже приятные. Я же перейду на вкладку для частных пользователей и вижу здесь, что подписка, возможно, ежемесячная либо годовая. Ежемесячная стоит 8 долларов 90 центов, годовая подписка стоит 89 долларов. Приобретая ее, вы сэкономите около 18 долларов в год. Подписка на второй и третий год будет также доступна вам со скидкой по цене 71,53 доллара соответственно. Сейчас давайте скачаем пробную версию на 30 дней и создадим в ней новый проект. У меня она уже скачана и установлена, поэтому я ее просто запущу. В целом же установка ничем не отличается от установки любой другой программы в вашей операционной системе. После открытия мы видим приветственное окно. Слева список последних проектов, с которыми вы работали. Справа вам предлагается выбрать, что вы хотите сделать. Создать новый проект с нуля, открыть существующий проект, либо создать новый проект из уже имеющихся файлов. Также здесь можно изменить систему контроля версии вашего проекта. Давайте создадим проект с нуля. Здесь можно выбрать библиотеку, фреймворк или плагин, с которыми вы будете работать. Я же выберу чистый проект и в случае необходимости смогу выбрать что-то из этого списка позже. Укажу здесь директорию, где он у меня будет храниться и нажимаю кнопку создать. После загрузки он предлагает нам сразу добавить какие-то существующие файлы в проект, найдя их через поиск или просто перетащив в окно редактора. Слева мы видим дерево нашего проекта. Сейчас у нас нет никаких файлов и я предлагаю создать файл index.html. Правой кнопкой мыши кликаем на папки, где мы хотим создать файл и выбираем new file. Пишем название файла и обязательно указываем расширение. Аналогично создаются и директории. Давайте создадим папки CSS и JS, чтобы наша структура проекта приобрела более полноценный вид. А в них создадим файлы main.css и main.js соответственно. Отмечу также, что при создании нового файла можно выбрать конкретный тип, который вам нужен. В таком случае можно не указывать расширение, достаточно написать только название файла. И вот у нас открылись только что созданные файлы, которые мы можем сразу редактировать. phpStorm по расширению определил тип файла и какой синтаксис здесь нужно проверять. Давайте развернем заготовку HTML файла с помощью плагина emit, который уже встроен в phpStorm и дополнительно его устанавливать не нужно. Как я уже говорил, phpStorm автоматически проверяет синтаксис наших файлов. В правом углу мы видим некую зеленую галочку, которая символизирует о том, что в нашем файле все в порядке и никаких ошибок не найдено. Давайте изменим тайтл нашей странички и назовем ее так же, как наш проект. И запишем что-нибудь в боди, специально с ошибкой, например, тег z, и удалим последнюю закрывающуюся скобку, чтобы посмотреть, как работает проверка синтаксиса. И мы видим, что наша зеленая галочка сменилась на красный знак восклицания. Если на него навести, то появится подсказка, что phpStorm нашел одну стопроцентную ошибку. Это, как вы догадались, наш незакрытый тег. И два фрагмента кода, на которые нужно обратить внимание. Справа мы видим места в файле, где найдены ошибки. И это очень удобно, когда вы работаете с файлами, где множество строк кода. Чтобы не искать место ошибки вручную, вы сразу видите здесь красную полоску, кликаете на нее и попадаете на строчку «Вде есть ошибка». Закроем нашу скобку. И теперь красный значок поменялся на желтый. И также у нас остается подчеркнутым желтым цветом наш тег z. Если мы наведем на него, то увидим здесь значок лампочки. Это подсказка, в которой могут быть рекомендации программы, либо действия, которые мы можем произвести с этим тегом, как в нашем случае. Сейчас мы можем добавить его в словарь HTML тегов, чтобы он больше не подсвечивался. Но мы этого делать, конечно, не будем, так как такого тега просто не существует. Исправим его на тег p и напишем что-нибудь для демонстрации следующей функции. Наверняка вы уже обратили внимание на значки браузера в правом верхнем углу. С помощью них мы можем открывать текущие файлы в браузере без лишних действий, просто нажав на нужный нам значок. Согласитесь, это очень удобно. Также несомненным плюсом PHP Storm является автоматическое сохранение файлов при выходе или переключении на другой файл. Давайте проверим. Несем изменения. Я не нажимаю никаких кнопок и не использую сочетание горячих клавиш для сохранения. Просто перехожу в браузер, перезагружаю его и вижу, вот они наши изменения. Если вам по каким-то причинам не нужна эта функция, ее можно отключить в настройках. Итак, сегодня мы познакомились с такой средовой разработки, как PHP Storm. Узнали, где ее можно скачать, как разворачивать в ней новый проект и рассмотрели базовые возможности проверки синтаксиса. В следующем уроке мы более подробно рассмотрим интерфейс программы и ее возможности взаимодействия с внешними сервисами, например, такими как система контроля версии Git. Спасибо за внимание. С вами был Александр Калинин на канале LoadBlog. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте отзывы и пожелания к следующим видео. Всем пока.